Ситуацию с автомобильными заторами на подъезде к Южно-Сахалинскому аэровокзалу планируют решить к концу октября. Тогда рядом с воздушной гаванью появится обновленная автомобильная парковка почти на шесть сотен мест. 17 августа подрядчик начнет работы по модернизации автомобильного пространства. А пока обочины улицы имени Ивана Куропатка заставлены личным транспортом горожан и рейсовыми автобусами. Подробности в репортаже Дмитрия Петрова. Оставив машину на выезде из Кольцевого перекрестка, пассажиры торопятся в здании аэровокзала. Путь до терминала – не одна сотня метров, но ближе оставить свой автомобиль бесплатно возможности практически нет. Места по обочинам заставлены другими машинами. Заторы на въезде – основная проблема водителей городских автобусов. Когда мы ездим за людьми, здесь бывает такой проб, что вовремя не можем приехать, чтобы людей забрать с аэропорта, высадить и загрузить и уехать по линию. И я бы хотел попросить, чтобы здесь порядок навели. Чтобы высадить, либо забрать пассажиров от аэровокзала, водителям дается всего 15 минут. Если задержался, придется платить. Поэтому автолюбители стараются все делать максимально быстро. Торопятся и работники такси. Негде простым водителям остановиться. Вот так они поперек стоят, и там затор. Утром особенно 3-4 самолета постоянно, и здесь затор становится. А инвалидное место уже все закрывают. 11 мест – инвалидное место, но негде стать простым водителем. Некоторые люди даже на кольцо оставят свою машину и сюда пешком приходят. Начать реконструкцию при вокзальной площади подрядчику мешают брошенные авто. Вспущенные покрышки, слой пыли на кузове таких машин, кажется, что о транспорте просто забыли. Такое поведение собственников возмущает строителей и лишает горожан парковочных мест. Если брать со стороны таксиста или вообще высадить людей, и опять же, если здесь ждать стоять людей, то просто нету этого места, здесь все парковочные места инвалидов. Для простых машин места нету, там проезжая часть. В общем, я думаю, надо расширять это, стоянку делать больше. Новая парковка сможет вместить более шести сотен личных автомобилей, 11 рейсовых автобусов с местом для разворота. Также появится отдельная зона для таксистов и арендных авто. За безопасностью на парковке будет наблюдать почти три десятка видеокамер. Будет произведен ремонт ливневой канализации, вскрытие асфальта, замена колодцев, замена дождеприемников. Порядка 300 метров трубопровода будет проложено. Вторым этапом будет восстановление всего освещения парковки. Это замена светильника, замена кабельных линий и замена опор. Парковочную площадку планируют открыть в конце октября. Поэтому заторы на территории возле аэровокзала будут продолжаться еще пару месяцев. Некоторые автолюбители, которые не желают оплачивать парковку на территории аэровокзала, вынуждены парковаться вдоль обочин. Однако места хватает не всем. И водители встают под знаком «Остановка запрещена». Штраф за подобное правонарушение составляет полторы тысячи рублей. Стоит отметить, что места для своих машин приходится искать и сотрудникам воздушной гавани. Ведь парковки для личного транспорта работников аэровокзала тоже пока нет. Дмитрий Петров, Александр Четюников, Александр Кладов, Солнце ТВ.